Челябинский детский сад номер 308 находится в Калининском районе. Это одно из крупнейших учреждений дошкольного образования в городе. Каждое утро на занятия в два корпуса в «Звездочку» и «Светлячок» приходит 323 ребенка. Руководит этой большой организацией Ольга Семеняк. Сегодняшний день она, ее коллеги и юные воспитанники проведут перед объективом нашей телекамеры. И вот так вот каждое утро кто-то из ребят приходит и дышит, улыбаются, ощущают себя хирургами и врачами. Камиль улыбается тебе? Ну, ты красивая, потому что. Никита, да, тебе улыбается тоже? Всем. Вообще детям надо помочь узнать жизнь. А жизнь они узнают через свой опыт. Это построено для черепашек-ниндзя. Между прочим, дело серьезное. Гляньте, сколько всего и все в системе. А вот мне интересно. Мне казалось, что в вашей группе кто-то пытается давить муравьев. Или мне так показалось. Очень важно студентам научиться взаимодействовать с детьми и получить практику такую живую. Будьте осторожны в воде и не переоцените свои силы. Потому что не стоит не оценивать себя и переоценивать. Средняя группа играет. Подготовишки с жизненным опытом стоят, смотрят, контролируют. Они уже выпускники и поэтому смотрят строго и очень даже так. Выпускной в детском саду – это очень печальный день. Это правда. В 2014 году мы вошли в сотню лучших детских садов России. Но вообще это большой труд. Это труд всего коллектива, труд детей, труд родителей. Потому что, чтобы чего-то добиться, это должна быть команда. У нас команда есть. Но, на мой взгляд, даже не столь важно чем-то выделиться. Очень важно, чтобы детям было интересно в детском саду. И чтобы они именно развивались и были здоровы. Итак, в 9 утра все позавтракали и начался обыкновенный рабочий день детского сада. Заглянем в соляную палату. Здесь дети дышат воздухом и оздоравливаются. Ну, воздухом не обычным, а таким насыщенным и правильным. Так, доброе утро, молодые люди. А здороваться вы будете, нет? И вот так вот каждое утро кто-то из ребят приходит и дышит. Улыбаются, ощущают себя хирургами и врачами. И вот таким образом они оздоравливаются. Нравится. Да, точно? Мы уже в потере. Лер, да? А ты сюда часто ходишь или редко, Лер? Часто. Часто? А, ну дело хорошее. Саша, тебе тоже нравится или не очень? Нравится, да? А кто себя хуже всех ведет? Вероника. Вероника. А лучше всех? Все мы. А, скромные дети. Пошли-то дальше. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Юрьевна, а чем вы сейчас будете заниматься? Рисовать божьих коровок. Да? Рисовать? А кто-нибудь божьих коровок-то уже видел, нет? Нет. А-а-а. Ой, Милек, ну конечно, а как без тебя? Давай. Ага. Будем рисовать? Камиль улыбается тебе? Ну, ты красивая, потому что... А я, я. Никита, да, тебе улыбается тоже? Да, всем. Всем. И ты будешь рисовать? А ты не Ляля, да? Нет, ты уже взрослая? Ну да, это нормально, правильно. Но вообще дети к нам приходят маленькими, двухлетними, трехлетними. И каждый ребенок уже знает, что он хочет и чего будет добиваться. И вот когда они приходят, то, конечно, это самое нормальное, что они переживают и рыдают. Потому что дико было бы радоваться, уйти от мамы и прийти к совершенно незнакомым женщинам. Но через какое-то время надо отметить, что каждый человек понимает... Нель, выйди из образа. Что самое лучшее, конечно, когда есть друзья, когда тебя любят и когда все хорошо. Да, Нель? Да, вот так. Все, выходишь из образа, да? А давай, Нель, пошли, садись. Оп, давай. Давай, не красьте, смотрите, как молодцы. Артемка, хорошо получается? Я не красу. А ты, Андрюшка, почему не красишь? Забыл? Ну, у меня краски нет. Как нету краски? А вот, баночка. Тебе не подойдет разная? Это у меня краска. Никит, ну ты вообще парень не жадный, поэтому я думаю, ты должен поделиться. Я жадный. Как жадный? Нет. За тобой такого не водил, ты не жадный, все. Конечно, давай. Давай, идем, еще водички добавим. Андрюш, давай я тебе вот эту баночку дам. Будешь из этой рисовать? Ну, все. Дело серьезное, хорошо. Вообще, детям надо помочь узнать жизнь, а жизнь они узнают через свой опыт. И вот поэтому, когда они рисуют, когда они совместную деятельность производят с воспитателем, друг с другом, делятся, когда красками, конечно, это помогает им дальше в жизни. Несколько лет назад детскому саду номер 308 был присвоен статус Центра развития ребенка. По классификации дошкольных учреждений это значит, что образование и воспитание детей ведется на самом высоком уровне. Таким результатом многолетней работы гордятся все педагоги. Это у нас Илья Сабулайна, инструктор по дигиене Галина Васильевна, администратор, самые главные люди в детском саду. Это точно, потому что она объясняет, как жить всем родителям и сотрудникам, а другая отвечает за жизнь и здоровье, и за питание детей. Пойдемте дальше к молодежи, которая постарше. Сердце мне подсказывает, делайте аппликацию. А украшаем, что мы делаем? Бабочки! Бабочки? Мы все прощаем, чтобы они у нас красивые были. Лето скорее наступило. Ну, лето-то, мне кажется, уже практически наступило. Ребят, а кто на улице видел бабочку? Ну, хоть одну маленькую. Я! И ты, Максим, и ты, Максим, и ты, Полина, видела бабочку? А я! Вообще хорошо. А вот мне интересно, мне казалось, что в вашей группе кто-то пытается давить муравьев. Или мне так показалось? А у нас Дима с Муравьевом рисовала. Дима с Муравьевом, да? А вы-то не давите, да, точно муравьев? Да. Вы их жалеете. Что же? Клей? Богдан, а ты не будешь сегодня рисовать? А когда? Он потом. Попозже, со второй подгруппой, да, ты пойдешь? Да. Ясно. Сейчас, как кажется, родителям, что когда воспитатель занимается с одним ребятенком или двумя, а остальные находятся в хаотичном движении, строят, играют или рисуют, это неправильно. На самом деле это не так. Потому что организовать детей и сделать так, чтобы каждому было интересно, это очень сложно и это большая работа. Вот сейчас Тамара Григорьевна индивидуально работала с несколькими людьми, остальные им не мешали. А не каждый нашел себе дело по душе. И поэтому было организовано правильно. То есть дети были часть в свободном движении, а часть была организована. Это наиболее сложный момент в деятельности педагога. И вообще вот когда идет движение шумы и переживания, это правильно, это так должно быть в детском саду. А вот если ребенок сидит один и не нашел себе друга, и он замкнут, это вот тут стоит задуматься, потому что это неправильно. Ребенок должен быть вообще. Так, вот. Вот это группа-светики. Им уже четыре. Они очень бодры, веселые. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! К вам пришли гости посмотреть на вашу жизнь, да, и, похоже, узнать, что и как у вас происходит, и чем вы занимаетесь. Это построено для черепашек-ниндзя. Между прочим, дело серьезное. Гляньте, сколько всего и все в системе. Да? Привет. Мы уже... Магнитик, какой у вас дом. И у вас дом тоже. Замечательно. Девочки, а расскажите, что вам нравится в детском саду? Нет, замки. Тебе нравится строить? И я замок. И тебе? И тебе замки нравятся. Любовь, Семен... И тебе, Полина, у нас, что ли, весь детский сад в замках будет, да? Ну, ничего себе. Вот у нас замок. Ириша, а на занятия-то ходить вообще никому не нравится, да? Или нравится? Нравится. Нравится? Ясно, ясно. А вот давайте-ка мы узнаем у Любови Семеновны, что самое интересное вот в этом возрасте у детей, а? Любовь Семеновна, ну расскажите, у вас же на самом деле такой взгляд наметанный и опыт колоссальный. Я считаю, что в этом возрасте у детей начинают формироваться такие вот симпатии друг к другу. Вот, они начинают общаться, выбирают для себя друзей по интересам, по взглядам каким-то. Вот, уже такие вот люди у них начинают какие-то быть уже осознанные. Кто толкнул? Илья толкнул? Да? И он меня тоже! А вот такое тоже бывает, и это нормально. И главное, чтобы воспитатель нашел хуженое слово и доброе слово. И пожалел. Вообще часто кажется, что мы должны сказать, если это парень, что ты мужик, ты не плачешь. А на самом деле точно такие же переживательные личности, и очень часто надо пожалеть. Сегодня у нас в гостях студенты. Студенты – это частое явление в нашем детском саду. Здравствуйте, ребята! Отлично, Ярослав. Здравствуйте. Очень важно студентам научиться взаимодействовать с детьми и получить практику такую живую. Не из книг, из интернета, а именно работая с детьми. Потому что дети все разные, они необычные. И, конечно, взрослые педагоги тоже очень разные бывают. И когда они соединяются, то получается хороший результат. Здравствуйте, дети! Меня зовут Наиль Валерьянович. Мы сегодня поговорим о правилах поединения на воде. Кто хорошо из вас умеет плавать? Поднимите руки. А кто не умеет плавать? Нет таких? Кто не умеет плавать? Не умеет плавать. Я умею плавать. Я не умею плавать. Я даже могу нырять. Так, вот сейчас на улице хорошая погода, дети. Посмотрите, всем охота будет искупаться, на озеро сведеть. Кто-то будет... Да, правильно, еще нельзя купаться. Будьте осторожны на воде, не переоценивайтесь своей силы. Потому что не стоит не оценивать себя и переоценивать. А в какую погоду нельзя купаться? В зиму. Да, еще в какую нельзя купаться? В осень. В весну. А вот когда вчера гром имел, дождик шел, можно было купаться? Не. Правильно. Итак, хаотичное движение в детском саду продолжается. Ходят младшие воспитатели, ходят студенты. А это как раз та зона, где у нас все отдыхают. Потому что подушки удобные, мягкий ковер, кресло – это вот как раз то место, где можно детям отдохнуть от взрослых, которые регулярно все-таки наших детей напрягают. Здравствуй, Костя. Здравствуй, Марк. Здравствуй, Максим. Устал? Да. Понятно. И вот они, уставшие и довольные, видимо, возвращаются из шахты. Как обычно, мальчики все в переживаниях, а девочки бодрые и энергичные. Сказать, что дети до 7 лет – это малыши, это вообще неправильно. Потому что уже в 2 года, когда они приходят, они совершенно взрослые и сложившиеся личности. И это не малыши. И у нас нет задачи сделать жизнь их интересненькой. У нас есть задача сделать жизнь насыщенной. Насыщенной, толковой и грамотной. И поэтому, конечно, прежде всего, качественная работа воспитателей не суть в соляных шахтах и не суть даже в ЛПК и так далее. Суть в том, что с ребенком воспитатель должен работать все время грамотно, толково и с опережением на развитие. Тогда будет хорошо. А вот если есть еще, например, изо-студия, или есть соляная шахта, или есть логопедические занятия, то это только на плюс идет ребенку. Но все это должно быть в системе. Вот так. Детский сад номер 308 Калининского района. Один из крупнейших в Челябинске. Ежедневно сюда приводят более 300 детей. На часах 11.30 идем вы за студию. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Детский сад номер 308. Детский сад номер 21.30. И, кстати сказать, работа уже практически завершена, как я понимаю. Вот у нас всегда проблема выставок внизу. Потому что работ много красивых, но все дети бережливые. И свою работу отдать на выставку ни за что. Законченная, когда законченная работа, по-моему, просто шедевр. Да-да-да. Получается. Ты можешь на любой форме, а не только кругленькие. То есть получается, что они делают все от начала и до конца. Но кроме волшебных глаз китайского производства, все остальное детское. Глаз, кстати, российского производства. А, глаза российского производства, еще лучше. Да. То есть мы за наших поставщиков. Вообще в детском саду всегда каждое помещение используется по назначению. Вот если была кладовка, то мы, конечно, тоже постараемся что-нибудь из нее сделать. Сделали комнату психологической разгрузки. Чтобы детям дышать было хорошо, вентиляцию провели, сделали ремонт. И педагог-психолог сюда берет одного или двух детей, а иногда под группу. И вот здесь можно творить и заниматься, чем хочешь. Каждому ребенку полезно иногда встречаться с психологом. За веселыми играми педагог проверяет, правильно ли проходит социализация детей и нет ли каких-то проблем. Вот, смотрите, я вам показываю, где моя сторона, а вся вот эта. Вот эта твоя. А вот эта вся моя. Слушай, а ты уже смотри, коленочком залез на территорию брата. А вот эта вся моя. А мне места не хватило. А дай мне, пожалуйста, один вот большой листочек. Я его сюда присоединю и буду на нем рисовать. Такой вот? И так наступило самое любимое время для детей, время прогулки. Потому что все занятия закончились сложные и обстоятельные. И теперь можно, наконец, кататься на собственном транспорте, печь пироги и расслабляться. Площадка у нас замечательная. Потому что, во-первых, она безопасная. На песке сильно не поранишься. Во-вторых, площадка, она должна быть функциональной. Все это на нашей площадке точно есть. Здравствуй, Макар. Бегом, Макар, бегом, бегом, бегом. Машина, давай быстрее. Вообще, это только кажется, что очень просто пробежать эстафету и выполнить какие-то задания. Вот если попросить взрослого, то не каждый взрослый справится. Если и кеглю возьмет, то точно может не пробежать в нужном направлении. А молодые люди знают, что, как, куда. И очень-очень торопятся. Илон, давай, давай, давай. Хорошо, что всегда есть болельщики. Средняя группа играет. Подготовишки с жизненным опытом стоят, смотрят, контролируют. Они уже выпускники, поэтому смотрят строго и очень даже так, с претензией на правильность. Ты смотришь, да, Макар, кто как выполняет? Потом расскажешь, кто лучше. Хорошо. Алиса лучше. Алиса лучше? Да. Ясно. Это потому, что Данил в вашей группе. Беда, старший брат, нет? Мы даем следующий, мы запортили, да? Ну, Данил, да? Данил, да? Готовы? Вообще... Привет, Лера. Ну, очень красиво. Ой, ну какие туфли, Лера? Ну, с ума сойти. Молодежь, в танце, в движении, оп, Камиль засек маму. Мама. Ага. А, мама не успела. Людмила Юрьевна, парня потеряли. Поймали маму. Ну, это жизнь такая, что дети сотрудников, конечно, в детском саду. И вот им достается больше всех. Строгости мамы, строгости заведующей. А вот ко всем остальным претензий нет. Тимофейну очень красиво получается. Ой. Это хорошо. Так, отойдем немного. Артемка, это мне, что ли? О-о-о. Ну, спасибо большое. А-а-а. Давай, Петя. Мама. О-о-о. Вот это выдели маму. Пойдем, пойдем. Не, не, не будем. Камиль, да мы не будем расстраиваться. А пошли мы лучшую машину найдем. А? Камиль, слушай. Ой, а посмотри-ка. Привет, Никита. Ну-ка, давай заглянем, что тут. Ой. О, давай-ка мы возьмем у них, похитим. Нет? Закрывай. Закрывай, закрывай. Ну, бывает так. Да ладно, она придет. Нет, да точно придет. Я тебе говорю, что придет. Держи, на твой мяч. Держи. Камиля. Держи. Нет, все, строго. И вот этот паровоз не твой. Убираем. И вот это не твое. Тоже нет. Нет, подожди, а вот это тоже не твое. В общем, все эти разговоры, что мужчины сильные, смелые и брутальные, сами про себя мужчины придумали, а на самом деле они вот такие переживательные, тонкие и нежные. На самом деле так. Вот. Вот, пожалуйста, вот барышни ни одной слезинки, а в мужчинах одна загадочность. Вообще, мне, конечно, нравятся многие родители, которые считают, что надо в детском саду обязательно научить читать и писать ребенка, потому что вроде как все надо сделать побыстрее и успеть. Вот почему-то ни один родитель не мечтает, чтобы его 12-летний ребенок женился или 13-летняя дочка вышла замуж. Вроде тоже хорошо же, все побыстрее, все успеют. А в детском саду дети должны успеть наиграться, на бегаться, научиться ездить на велосипеде. Если они сейчас не успеют в 12 лет, они уже этого точно не сделают. В нашем детском саду есть замечательная вещь, такая как библиотека. И это не просто библиотека, это вот не... Мы не собираем обыкновенные книги, которые читала я в детстве или вы в детстве читали. Мы собираем те книги, которые новых авторов, которые родители наверняка не покупают, потому что авторов не знают, и дети еще не читали. И поэтому вот книжки на самом деле интересные. Они разные. Вот ребятенок приходит с мамой или с папой, открывает, выбирает и записывается в журнале. Потом, когда прочитает, он эту книжку возвращает и снова берет новую. Потому что, ну, мне кажется, что... Допустим, Юна Морец, она известный автор. Или это он, мама дорогая? Ну, во всяком случае, точно автор известный. А вот... Колпакова мало кто из родителей берет в магазине. А вот в детском саду точно прочитает, и это будет интересно. А сегодня в этой группе выпускной. И поэтому сегодня... Листики спать все пойдут раньше. Спать, спать, спать. Заходите. Спать, спать, спать. А спят дети у нас вот в таких помещениях. Спальная комната – это и место для сна, и немножко для игры, и немножко для спорта, и немножко для того, чтобы поболтать. Так? Да. В сончас. В сончас? Неужели, Егор, ты в сончас разговариваешь? Да. Да? Он не спит в сончас. Лиза, а ты разговариваешь в сончас? Нет. Нет, да? Я, да. Я тоже разговариваю. И ты разговариваешь? Я немного. Баба. А кто крепче всех спит? Ваня. Ваня Миронов и Ева. Ваня Миронов. А вы к утреннику-то готовы к выпускному? И вы костюмы принесли, что ли, Максим? Да. Нам некоторые мамы принесут. А некоторые прически сделают нам мамы. А это у тебя не прическа, что ли? Нет, я заберу, мама делает прическу. Тоже прическу сделает? Я другую, только дома. Дома. Дома? Вообще. Мне другую сделает прическу. Здорово. Еще лучше, что ли? Баба. Лиза. Ну ничего. А платье где ваше, кстати-то? И свадебные перчатки. Еще и свадебные перчатки. А у меня есть. А у меня дома. Хватит дома? У меня маленькие ступни. Ну все, наступил золотой момент светлячка, ревизора едет туда. Пока дети на сунчассе, заведующий едет по делам во второе подразделение 308-го детского сада под названием «Светлячок». Этому саду больше 40 лет, уже ближе к 50. И уже через него прошло не одно поколение местных жителей. И вот что приятно, что они о детском саде отзываются очень тепло и по-доброму. И вспоминают прошлых заведующих, которые работали 40 лет назад. И это, конечно, очень приятно. Приводят сюда внуков, бабушки, которые ходили в детский сад. Каждое помещение в детском саду используется на все 100. И если в том детском саду есть кабинет у заведующей, то в этом детском саду кабинет отдан бухгалтерии. И пока бухгалтера на обиде, можно успеть подписать диплом выпускника. А вообще выпускники у нас люди продвинутые, знают иногда больше, чем уважаемые товарищи взрослые. И воспитателям достаточно сложно готовиться к занятиям. Потому что у нас есть, например, такой молодой человек, который про насекомых, я думаю, знает побольше, чем педагог детского сада. Это точно. И чем учитель в обыкновенной общеобразовательной школе. И, конечно, он заражает этим знанием всех. Когда все дети бегают с баночками по территории детского сада, собирают жучков, паучков. Все это показывают друг другу, обязательно передают родителям. Не всегда родители счастливы, когда им приносят паучков и жучков, но терпят. Но зато знают много, и ребята очень продвинутые. Выпускной в детском саду – это очень печальный день. Это правда. Потому что к нам приходят маленькие, которые ничего не умеют. Мы с ними столько дней проводим рядом. Мы видим их слезы, мы видим их переживания, мы видим их радость. Вот я говорила, что не надо спрашивать. Видим их синяки и шишки. А потом хоп – красавцы уходят. Не, не будет. В половину четвертого возвращаемся в детский сад «Звездочка». Сегодня здесь важное событие для педагогов и юных воспитанников. Выпускной. Подозрение, что меня никогда не искупают в овации. Но уж воспитателей своих, которые два года рядом с вами, вместе с вами, давайте-ка их искупаем в овациях. Вот по-настоящему дети, покажите, как надо хлопать по-настоящему родителям. Дети должны выходить из детского сада свободными, точно, уверенными в себе, обязательно и понимающими, что они самые лучшие и самые замечательные. Вообще выпускной – это на самом деле праздник. Потому что когда ты видишь, что дети умеют, чего они добились, какие они красивые, сильные, смелые, любознательные и открытые, вот тогда ты понимаешь, что да, то время, которое они провели в детском саду, это на самом деле было счастливое для них время и очень счастливое для нас. Все. Не знаю, что еще говорить. Субтитры создавал DimaTorzok